Самый опасный запрещенный предмет в тюрьме штата Джорджия — это не оружие и не наркотики. Это мобильный телефон. В мире, где всё держится на контроле, телефон может дать заключённому преимущество. Чтобы предотвратить эту угрозу, требуются все силы тюремных властей. За решёткой существует два свода правил. Тюремные правила. И кодекс чести заключённого. Чтобы соблюсти один кодекс, иногда приходится нарушать другой. Более трёх лет канал National Geographic следил за жизнью заключённых и надзирателей в штате Джорджия. Когда полувоенная система противостоит осуждённым за тяжкие преступления, «Вы все! Я здесь не собираюсь оставаться!» Кто в действительности контролирует ситуацию? «Повернуться!» Это мир тюремных трудностей. Тюремные трудности. Война мобильников. Федеральная тюрьма Смит. Четверг. Послеобеденное время в федеральной тюрьме Смит. Давайте пройдёмся по северной территории. Лейтенант Джейби Дэвис выводит свою команду наружу на очередное задание. Вся внутрь. По камерам. Мы ищем мобильные телефоны, наркотики, самодельное оружие. У них есть 24 часа в сутки, чтобы придумывать новые способы проносить всё это в тюрьму. В любом подобном учреждении штата Джорджия вы найдёте множество таких вещей. В тюрьмах строгого режима, вроде тюрьмы Смит, обыски проводятся часто. Это важный инструмент для поддержки контроля со стороны системы, необходимый для поиска запрещённых вещей. Один заключённый и одна койка за раз. Вот это запрещено иметь. Но один предмет занимает первое место в борьбе за безопасность. Стой здесь! Стой! И сегодня служащие снова нашли его. Мобильный телефон. Что у тебя во рту? Выплёвывай. Выплёвывай. Отойди, отойди. Что было в этой обёртке? Номера телефонов. Проверьте, что у него нет наркотиков. Хорошенько его обыщите. У меня есть ещё один телефон. Что у тебя есть? Ещё один телефон. Хорошенько проверьте его. У него есть ещё телефоны. Это всё, что у тебя есть? Заточек нет? Один в заднем левом кармане, второй был в правом переднем кармане. Мы находим по мобильному почти каждый день. В это трудно поверить, но в учреждения поступает очень много телефонов. Заключённых убивают ради телефонов. Заключённый может зайти в камеру другого заключённого и избить его почти до смерти из-за телефона. Только ради того, чтобы контактировать с внешним миром. Вот что происходит в тюрьме. Мобильные телефоны — это растущая опасность в тюрьмах по всей стране. И штат Джорджия не исключение. Здесь расположена пятая по величине тюремная система в США. 32 учреждения. И почти 60 тысяч заключённых. Этот мир создан, чтобы ограничивать и контролировать. Но мобильные телефоны разрушают границу между тюремным заключением и свободным обществом. Пять лет назад мобильные телефоны были редкостью в тюрьмах штата. За последний год было конфисковано около 6 тысяч телефонов. Чтобы выиграть эту войну, требуется неусыпная бдительность. И такие тюрьмы, как Смит, находятся на линии фронта. Командующий Дэвис, вы нащупали его? Чувствуете? Да, там что-то есть. Мы здесь с 8 утра. И в общем, в здании Эл было найдено 5 мобильных телефонов. И это большая удача. Пять телефонов – это много. Мы нашли его. Здесь ещё запрещенка. Ещё один мобильник. Плюс один. Все понимают, что происходит, верно? Мы пришли сюда не навести беспорядок, а делать нашу работу. И мы будем поступать с вами хорошо, если вы будете поступать с нами хорошо. У нас есть наша работа, и мы должны её выполнять, ясно? Все поняли? Ладно. Пойдём. То, что сегодня произошло в тюрьме Смит, – это лишь одна часть мероприятия, проводимого по всему штату. От тюремных камер. Как вы знаете, мобильные телефоны представляют собой крупнейшую угрозу безопасности в наших учреждениях на сегодняшний день. До главных офисов департамента. Они по-прежнему проворачивают свой наркобизнес на улицах, заказывают убийства, планируют побеги, бунты, всё что угодно. И до офисов следователей, как, например, Сара Дрейпер, которые выслеживают пути попадания телефонов в тюрьму. Это очень популярный способ отправлять в тюрьму запрещенные вещи. Покупается баскетбольный мяч, разрезается, туда складываются фотоаппараты и зарядные устройства. Потом его бросают через забор. А вот ещё один способ. Берётся кусок искусственного газона. У него заворачиваются телефоны, и он летит через забор, никем не замеченный. Заключённые его ждут. Они идут туда, где он должен приземлиться, и дело в шляпе. Мобильные телефоны в тюрьме — это огромная брешь в системе безопасности. Технология дошла до того этапа, когда у человека, имеющего телефон, есть и видеокамера, и микрофон, и фотоаппарат. Это, фактически, мини-компьютер. Это уже не просто телефон для совершения звонков. Если у вас есть мобильный, то у вас есть доступ к сети интернет. Несмотря на угрозу, федеральный закон запрещает подавление мобильной связи даже в тюрьмах. Поэтому тюремным властям приходится вести борьбу на своей территории, выслеживая один телефон за другим. Блэкберри был изъят у гражданского лица, который пришёл в тюрьму и общался с этим заключённым. Следователь Джон Мур — член команды, которая ищет разведданные в Южной Джорджии. И его лучший источник — это конфискованные телефоны. Если они не заблокированы, то их содержимое — это хорошая добыча. Он даёт нам имя, связанное с ним, а также текстовые сообщения, номера и список контактов. А здесь ещё и куча фотографий. 286. Как вы видите, это фотографии, по всей видимости, заключённого. Это наш главный подозреваемый, так как здесь так много его фотографий, что, скорее всего, он и являлся владельцем телефона. Здесь 20 телефонов. Очень много. Я не удивляюсь тому, что все они сейчас в тюрьме. Он хвастается своими достижениями, тем, как он смог переправить их внутрь. Эти фотографии уже заставляют беспокоиться. Оружие — это очень популярное изображение в тюрьме. Они обожают показывать оружие из свободного мира. Оружие и деньги. Фотографии пронесённых внутрь запрещённых предметов. Автопортреты. Загруженные картинки. Это окно в мир заключённого, показывающее, как он решил провести свой тюремный срок. Заключённые в тюрьме либо решают измениться, сделать свою жизнь лучше, они осознают, что совершили и почему они здесь, либо они говорят, ладно, пока я здесь, я подзаработаю немного денег, проверну незаконное дельце. И когда дело доходит до тех, кто торгует из-под пола и пытается использовать нашу систему, то тут вмешиваемся и вступаем в игру мы. Эта игра, между заключёнными, которые владеют телефонами, и полицейскими, которые перехватывают их, каждый день получает новое развитие в тюрьмах штата Джорджия. И в федеральной тюрьме Смит служащие совершили ещё одну находку. Если посмотреть сюда внимательно, то вы увидите отдельный аккумулятор. Они пытались пронести просто аккумуляторы, даже без телефонов. Этим утром обычное обследование ремонтной машины, которая целую ночь стояла за пределами территории, обнаруживает крупный тайник. Табак, мобильные телефоны и весы для взвешивания наркотиков, прикрученные к низу прицепа. Большое количество запрещенных предметов должно было попасть внутрь тюрьмы. Там было около 25 мобильников. Здесь каждый из этих телефонов может стоить около 500 долларов. От 300 до 500 долларов за штуку. А здесь 25 телефонов. Кто-то потерял несколько тысяч долларов. Кто бы это ни был, банда или отдельный человек, сейчас ему не сладко, потому что это его бизнес. Сегодня полицейским в тюрьме Смит повезло. Всё это запрещенка. Но часто телефоны попадают в тюрьму другими способами, которые трудно пресечь. Здесь всего 31 телефон. Заключенные, имеющие режим пониженной строгости, занимаются трудом, который позволяет им бывать за пределами тюремной территории. Это строители или ремонтники. Пока они находятся вне тюрьмы, они могут встретиться с кем-то с волей и скоординировать передачу наркотиков или телефонов. Чтобы пронести запрещенные предметы через ворота, многие заключенные прячут их на своем теле. Они проносят это внутрь разными способами. И всё ради денег. Всё ради денег. На улице вы можете купить 30 граммов марихуаны долларов за 60. Из этого пакетика они могут сделать 200 косяков. 200 крохотных косячков. Они скрутят их и будут продавать по 20 долларов за штуку. Такое очень трудно здесь достать. Поэтому цена поднимается. Резко идёт вверх. В тюрьме тщательно обыскивают каждого заключённого, проходящего через ворота. Но чтобы найти особо хорошо спрятанные телефоны, служащие полагаются не на себя, а на так называемый «стул босса». Это сканер, позволяющий обнаруживать металлические объекты на всём теле, включая и внутренние полости. Это дико. Это безумие, но они научились это делать. И мы должны оставаться в игре. Нам необходимо делать то, что мы делаем. Обыскивать и обыскивать ещё раз. Каждый день. Это кажется отчаянным способом прятать запрещённые предметы. Но когда заключённые платят сотни долларов за простой телефон, многие берутся за это. Сегодняшняя находка — это крупный подрыв деятельности подпольного рынка. И это может принести напряжённую атмосферу в корпуса. Видите эти телефоны? Важная информация для следующей смены. Посмотрите сюда. Они чуть было не пронесли их в корпуса. Поэтому вы должны помочь обыскивать этих заключённых, когда они будут проходить в корпус. Обыскивать их, когда они будут проходить в корпус. Потому что у какого-то заключённого будут проблемы. Кто-то захочет свои деньги назад. И некоторые заключённые будут нападать на этого заключённого. Поэтому будьте начеку. Будьте очень бдительны. Поняли? Тюрьма сейчас в состоянии боевой готовности. Если возмездие последует, оно будет быстрым. Но эта находка ещё и знак того, что стоит ждать новых попыток пронести запрещённые товары. Мы видели, как кто-то бежал. Как дела, крошка-ти? Каждый день в федеральной тюрьме Смит заключённые нарушают правила. Идите на другую сторону.